МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши герои настоящие, а не выдуманные агитпропом. Какие бы версии ни выдвигались, и с каким бы пылом они ни обсуждались, необходимо учесть, что во главе Советской России стоял террористический большевистский режим. Ведь это очевидный факт, а большая война только добавила нам доказательств. Расхожим утверждением советских функционеров-историков стали слова о нерушимом единстве советского народа. Интересно, латыши, литовцы и эстонцы летом 41-го года тоже входили в понятие советский народ. Но во всех трех прибалтийских землях большинство населения активно приветствовало приход немецких войск. С такой же радостью встречали румынские части в Молдавии. А в партизанских отрядах между Днестром и Прутом за три года войны числилось всего четыре бойца молдаванина по национальности. Так что и песня о смуглянке-молдаванке, которая собирает сначала виноград, а потом партизанский наш отряд, как и утверждение о единстве советского народа, мало соответствует действительности. Это очень непростой вопрос о единстве того или иного народа. Например, поляков в германском вермахте служило гораздо больше, чем в армии Людовой или армии Краевой вместе взятых. А если бы русский народ проявил нерушимое единство, гитлеровцы никогда не дошли бы до Ладожского озера Волги и Каспийского моря. Но русский народ был разбит и расколот гражданской войной и ее последствиями. И тем трагичнее была Вторая мировая война для русского народа. Процитируем запись в дневнике начальника генерального штаба Германии генерала Франца Гальдера от 27 июля 1941 года. Украинцы и уроженцы прибалтийских государств будут отпущены из плена. По домам, ребята. А русские пусть умирают за колючей проволокой. И как можно больше. Ранним утром 1 июля из Ленинградского Эрмитажа начался вывоз на восток шедевров мировой живописи. Холсты сворачивались, а рамы с табличками оставались на своих местах, свидетельствуя о большой беде. В этот же день немцы вошли в Ригу, получив в свое распоряжение латышские порты. Командующий советским Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский каким-то сверхъестественным образом обнаружил в Черном море более 10 германских подводных лодок. На самом деле их просто не было. Ни одной. А единственная румынская субмарина вряд ли могла стать источником той паники, с которой Черноморский флот произвел плотные минные постановки вдоль собственных берегов и на входах в базы. В июле последствия не замедлили сказаться. На выставленных минах советский флот потерял две подводные лодки, два эсминца и несколько вспомогательных судов. Немецко-финские войска начали наступление 1 июля из Центральной Финляндии с выходом к северной оконечности Ладожского озера. Сталин полностью сменил командный состав Западного фронта, руководить которым был назначен нарком обороны маршал Тимошенко. Бывшее командование Западного фронта было арестовано с предъявлением генералам самых тяжких обвинений. Западный фронт практически перестал существовать, потеряв свои самолеты и танки. Большая часть солдат и офицеров его армии были убиты, рассеяны или попали в плен. Смотреть на них в кадрах немецкой кинохроники, многочисленных и подробных, сегодня тяжелее, чем напавших на поле боя и лежащих головой на запад. А пленных бесконечных колоннах уводили на запад, где большинство из них погибнет от голода и холода. И они потерянные, ошеломленные, жалкие, еще вчера солдаты, а теперь уже жертвы. И в этот страшный миг уже совсем смирившаяся толпа, люди без имени и смысла, не знающие, но уже животным инстинктом чующие, что их жизнь теперь оползень, и никому они уже не нужны. Не таким должен быть решающий час бытия для воинов. В Москве началось формирование народного ополчения. Для западного и резервного фронтов и обороны Москвы было сформировано 12 дивизий из вчерашних рабочих, студентов, служащих, научных работников. После провала кадровой армии наступил черед войны народной, отечественной. Вооружения для ополчения, даже самого необходимого винтовок не хватило, и часть новых формирований была отправлена на фронт с твердой рекомендацией добыть оружие в первых же боях. Штаб германской группы «Армицентр» зафиксировал несколько июльских контратак Красной Армии, в которых советские солдаты были безоружными. Только «Ура!» громко кричали. В тяжелейшей атмосфере первых недель войны, в обстановке паники, отсутствия правдивой информации, фронтовых катастроф, Сталин принял верное решение взять в свои руки все ключевые государственные посты. 10 июля он стал председателем Ставки Верховного Командования, 19 июля Сталин принял на себя и должность Народного Комиссара Обороны. С этого дня он стал ответственным за любое решение, связанное с военными действиями, и теперь генсеку не на кого было пенять и обвинять в неудачах. Как бы мы ни оценивали советского лидера, но летом 1941 года удержаться на краю пропасти можно было только ценой жестких мер и громадных жертв. Эти условия, меры и жертвы Сталин определил в своей радиоречи 3 июля. Это выступление вождя можно было бы назвать и крахом наступательных иллюзий, и воодушевляющим призывом к войне без берегов и правил. Вождь признал тяжелейшие потери за 11 дней войны. Сталин, конечно, не был бы Сталиным, если бы и в этой речи не переложил свое головокружение от успехов на плечи других. Военные трибуналы будут судить всех, заявил Сталин, кто совершил просчеты в нашей обороне, кто впал в панику и допустил предательство. В целом, после выступления вождя народу нашему стало ясно, что настали дни беспощадной, безжалостной войны. В речи прозвучали призывы к тактике выжженной земли, партизанской войне, формированию ополчений по всему Советскому Союзу. В тот же день, 3 июля, начальник германского генштаба Гальдер сделал в своем дневнике, пожалуй, самую нелепую, если не сказать более, запись. Не будет преувеличением сказать, что кампания против России была выиграна за 14 дней. Нет, настоящая война для вермахта в России только начиналась. Боевые действия на западном направлении в июле 1941 года позволяют сделать несколько печальных выводов. Немцы показали в этих боевых действиях себя мастерами импровизации, самостоятельности, инициативных атак, умения использовать реальную складывавшуюся ситуацию в собственных интересах. К сожалению, командование Западного фронта и советские войска показали себя мастерами только героического самоубийства. Например, 9 июля 1941 года Гейнс Гудериан сумел убедить генерал-фельдмаршала Ганса Клюге, командующего 4-й армией, в необходимости форсировать Днепр в районе Старого Быхова до подкрепления пехотой и до появления основных сил 4-й армии. Гейнс настоял на своем, и в результате 16 июля 1941 года 71-й Тюринский немецкий пехотный полк появился на окраинах Смоленска. Смоленск был взят, смоленское сражение противникам было выиграно. С другой стороны, заместитель командующего Западным фронтом генерал-лейтенант Андрей Иванович Еременко мог только бросать полк за полком, дивизию за дивизией из состава новоприбывшей 19-й армии навстречу к линиям группы армии «Центр». Эти люди ценой собственной жизни, ценой того, что они своей смертью задерживали наступление немцев на Москву, пытались дать необходимое время командованию Западного фронта для того, чтобы сформировать глубоко в тылу необходимые резервы. Продолжалось укрепление системы руководства войной в советском аппарате. 10 июля были образованы три главных стратегических направления. Северо-западное возглавил маршал Ворошилов, западное – маршал Тимошенко, юго-западное – маршал Будённый. Кандидатуры командующих были не самые удачные, но других у Сталина под рукой просто не существовало. Советские полководцы будущих победных лет еще только учились. И, наконец, 16 июля в Красной армии снова был введен Институт военных комиссаров. Конечно, к опыту гражданской войны вернулись не случайно. Армию надо было брать в ежовые рукавицы. Лишение командиров единоначалия привело только к большей неразберихе и нераспорядительности. В самом деле, вряд ли в услугах комиссаров нуждался командующий 5-й советской армии генерал-майор Михаил Потапов. Расположенная на стыке Западного и Юго-Западного фронтов, 5-я армия стойкая и активно воевала, проводя успешные контрудары по флангам наступавших немецких войск. В хронике первых месяцев войны армия генерала Потапова заняла одно из самых весомых мест. 14 июля на Западном фронте под Оршей произвела свой первый залп батареи реактивных минометов капитана Флёрова. Фронтовики назвали эти минометы «катюшами». Гитлеровцы уже познакомились с советским танком Т-34, против которого оказалась бессильна их противотанковая артиллерия. Главным оружием против советского танка стала штурмовая авиация. Ю-87 наносили нашим танкистам результативный удар. Тяжесть аюльских недель войны усугублялась отсутствием во фронтовом небе советской авиации. Дело было даже не в больших потерях самолётов в первые дни. Наши войска ещё не научились координировать действия пехоты, танков и авиации. Советские лётчики не умели поддерживать свою пехоту при контрударах и в обороне. Уместно привести мнение нашего известного пилота Михаила Громова. Авиация – это такой вид оружия, в котором большую роль играет качество, а не количество. Это относится и к технике, и к выучке людей. У нас важным считалась массовость противовес к качеству. А это являлось показателем слабости нашей авиационной культуры. Наши лётчики, особенно истребители, прибывали на фронт как пополнение, имея иногда всего 8-10 часов налёта на боевых самолётах. Как говорили командиры полков, такие истребители, кроме капота мотора, перед собой ничего и не видели. Общеизвестно, что качество лучшее количество, но без умения пользоваться качеством, это качество приводит часто к поражению. 5 июля 1941 года в районе севернее острова «Авангард» 1-й танковой дивизии из состава 4-й танковой группы «Вермахта» столкнулся с большой группой советских танков Т-34 и КВ, броню которых немецкая противотанковая артиллерия не брала. Советские танкисты раздавили немецкий «Авангард» и, оторвавшись от своей пехоты, устремились в глубокий немецкий тыл. В этом глубоком немецком тылу они нашли свой конец, будучи уничтоженными немецкой тяжелой артиллерией. Это сражение под островом открыло немцам дорогу на Псков. 9 июля Псков был взят с налета, частями 36-й моторизованной дивизии «Вермахта». Оставление и эвакуация Пскова – это страшная и малоизвестная страница в истории войны. При оставлении города здание бывшей церкви, в которой размещалась тюрьма НКВД, было сожжено со всеми заключенными там находившимися. А там их было более 200 человек. И после прихода немцев местные жители разбирали остатки этого здания, вытаскивая обгоревшие кости, трупы, ткани человеческого тела. Многие люди, как мне об этом рассказывал Борис Георгиевич Врангель, племянник последнего главнокомандующего русской армии, посидели тогда. Вставки Гитлера в Растенбурге, Восточная Пруссия, июль был месяцем безудержной радости и споров о дальнейшем направлении ударов «Вермахта». Гитлер даже издал директиву о сокращении производства вооружения и оснащения. Германии заметно уменьшилось производство снарядов, патронов и мин. 9 июля вставки Гитлер убеждал главкома ВМФ Гроссадмирала Редера, что с Россией будет покончено в сентябре, а потому надо воздержаться от каких-либо инцидентов в действиях германских подводников против кораблей и судов Соединенных Штатов. 16 июля немецкий летчик-истребитель Вернер Мюльдерс добился в одном воздушном бою в районе Смоленска двух побед. Первая из них была сотой. Мюльдерс оказался первым ассом в истории Второй мировой войны, достигшим этой круглой цифры. К началу операции «Барбаросса» на счету Мюльдерса значились 82 победы. На Восточном фронте он сбил 33 советских самолета. После сотой победы Мюльдерсу присвоили звание генерала и назначили командующим истребительной авиацией «Люфтваффе». В воздушных поединках Мюльдерс был дважды сбит и трижды ранен. В ноябре 1941 года в туманную погоду Вернер Мюльдерс попал в авиакатастрофу и погиб. Июль начинался для Юго-Западного фронта с отхода на рубежи старой государственной границы. На новые позиции отходили 5-я, 16-я, 12-я и 26-я армии. В наступление перешли не только армии немецкой группы «Юг», но и венгерские и румынские войска. 7 июля немецкие танкисты ворвались в Бердичев. Напомню, что шесть советских танковых корпусов к тому времени, потеряв танки, превратились в пехотные в результате неподготовленных поспешных контрударов. Через два дня немцы взяли Житомир. В непосредственной опасности оказался Киев. На подступах к Житомиру развернуло встречное сражение, о котором маршал Рокоссовский вспоминал так. «С беззаветной храбростью дрались многие наши части и соединения. И все же было ясно, что приграничное сражение нами проиграно. Остановить врага теперь можно будет не подбрасыванием разрозненных частей и соединений к расшатанному фронту, а созданием где-то в глубине нашей территории сильной группировки, способной не только противостоять мощной военной машине противника, но и нанести ему сокрушительный удар. На первый план выдвигалась задача задержать, остановить врага. Это был вопрос жизни и смерти для всей страны». Если советское руководство еще не умело воевать, училось военному делу, то внизу солдаты не стремились и не показывали рвение воевать. Вот что писал в отчете о своей поездке в войска заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал Иванов. «Моральное состояние пехоты очень низкое. Много случаев оставления артиллерии и боевых машин на дорогах и на поле боя. Мною созданы заградительные отряды, но их стремятся обойти полями. Проверяя организованную мной из задержанных разрозненных частей оборону в ровно, последнюю не обнаружил. Разошлась. Война была только объявлена отечественной и народной, но еще не стала ей». Советские войска в июле оставили немцам Псков, Витебск, Могилев, Жидомир, Смоленск. Вермахт форсировал Днепр, перерезал Мурманскую железную дорогу. После взятия Ельни группа армий «Центр» начала реально угрожать Москве. Ставка была вынуждена вновь образовать резервный фронт. Армада немецких бомбардировщиков в 195 машин в сопровождении истребителей в ночь на 22 июля обрушилась на Москву. В городе были немалые разрушения, но в целом германская акция провалилась, а противовоздушная оборона Москвы доказала свою силу. 22 немецких бомбардировщика считались сбитыми. Большая часть бомберов не смогла преодолеть зенитный огонь и сбросила бомбы в полях, окружавших город. Примерно в те же самые часы японская армия начала оккупацию Южного Индокитая. Это означало, что Япония вплотную приблизилась к владениям Великобритании в Восточной Азии, начала угрожать Малайе и ключевой военно-морской базе Сингапур. Английская королевская авиация совершила 20 июля воздушный налет на Кёльн и Неаполь. В Кёльне был разрушен знаменитый собор, а итальянцы в Неаполе впервые почувствовали, что и их чаша сия не минует. По инициативе британского премьер-министра воинства на Черчилля началась его регулярная переписка с Иосифом Сталином. В первом послании 8 июля Черчилль писал «Мы все здесь очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народа вызывают всеобщее восхищение. Мы сделаем все, чтобы помочь вам, поскольку это позволят время, географические условия и наши растущие ресурсы. Чем дольше будет продолжаться война, тем большую помощь мы сможем предоставить». В ответном послании от 18 июля Сталин, у которого не было времени ждать, немедленно предложил Черчиллю открыть во Франции или в Северной Норвегии второй фронт. Черчиллю пришлось напомнить советскому лидеру, что более года Великобритания в одиночестве воевала против Германии и Италии. Британский премьер мог бы процитировать и несколько высказываний Сталина в тот нелегкий для англичан период, в который большевистский вождь выражал надежду, что длительная война должна полностью обескровить Англию. Но Черчилль не хотел это вспоминать, они ведь теперь стали со Сталиным друзьями. В отличие от Гитлера и его генералов, на фронте первый месяц войны с Россией оценивали иначе. Немалые потери в людях и в технике, операционные просторы заставляли задумываться о будущем. Например, в трех танковых дивизиях группы «Армии Центр» в конце июля в строю осталось менее 50% танков. В дневнике офицера 170-й немецкой пехотной дивизии в июле сделаны следующие записи. Мы убиваем русских тысячами, а они продолжают атаковать. Сегодня семь раз русские ходили в атаке. Они атакуют даже без всякой артиллерийской подготовки. Два русских пулеметчика подорвали себя гранатами. На окраине села Долгое мы подожгли дом, в котором засело до взвода русских и предложили им сдаться. Из дома никто не вышел. Все сгорели. Это фанатики. Жаль, что мы уже никогда не узнаем имен наших героев этих первых отчаянных недель войны. 29 июля начальником генерального штаба Красной Армии вместо Георгия Жукова стал покладистый маршал Борис Шапошников. Это случилось после того, как Жуков, докладывая Сталина, указал на очевидную слабость Центрального фронта и предложил укрепить его. Во-первых, за счет восьми дивизий с Дальнего Востока, а во-вторых, пяти дивизий с Юго-Западного фронта, которые Жуков предложил отвезти за Днепр. А Киев, спросил Сталин, он мог бы и не спрашивать. Жуков был прав. Киев необходимо было оставить. Последовавшая перепалка привела к снятию Жукова и назначению его командующим резервным фронтом. Новый начальник генштаба Шапошников прекрасно знал, что предложения Жукова были единственной разумной мерой для стабилизации Советско-германского фронта, но предпочел со Сталиным не спорить. Сталин 20 июля приказал очистить армию от нежелательных элементов. Советский режим сам себя испытывал на прочность. Бежавшие из плена или вышедшие из окружения солдаты и офицеры попадали в руки следователей и вынуждены были терпеть унизительные допросы чекистов. Перед строем организовывались показательные расстрелы. Параллельно прояснялись истинные планы гитлеровцев. С них быстро свалились маски освободителей и в Прибалтике, и на Украине начали понимать, что Германия не собирается предоставлять кому-либо независимость. Адмирал Канарис, начальник разведывательной службы Абвера, проницательно заметил. Увеличиваются признаки того, что эта война не только не вызовет в России внутренний коллапс, но, напротив, приведет к укреплению большевизма. Канарис был прав, ведь уже в июле союзниками советской власти вынуждены были стать Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Едва ли не главным вопросом в советско-британских и советско-американских отношениях лета 1941 года был вопрос о том, сможет ли Советский Союз устоять под чудовищным натиском германской военной машины. Этот вопрос очень волновал американского президента Рузвельта. И поэтому Рузвельт посылает в Москву своего личного представителя, своего друга, Гарри Гопкинса. И вот Гопкинс прибывает в Москву. 30 и 31 июля он встречается со Сталиным, происходят обстоятельные, многосторонние, многопрофильные беседы, которые охватывали весьма и весьма широкий круг вопросов. И в результате этих переговоров, в результате этих бесед со Сталиным, Гопкинс покидает Москву, пребывая в твердой уверенности относительно того, что Советский Союз отнюдь не является колоссом на глиняных ногах, а Красная Армия, пусть и пребывая в тяжелейшем состоянии и положении, все-таки будет держать, стойко держать германский удар. Среди сотен тысяч советских солдат и офицеров, попавших в плен в первые 40 дней войны, еще не подозревавших о своей близкой трагической судьбе, обреченности, оказался и старший лейтенант, артиллерист Западного фронта Яков Джугашвили. Его отец Иосиф Сталин, обладавший никем и ничем не ограниченной властью в Советском Союзе, на попытку Международного Красного Креста определить статус этих несчастных людей и возможной помощи им, приказал ответить, что у советского государства нет и не может быть пленных, а есть только предатели. Вечером, 20 июля, закончилась героическая оборона Брестской крепости. Последние ее защитники, раненые, ослепшие, оглохшие, были пленены частями, понесшие тяжелые потери 45-й пехотной дивизии вермахта. Еще через несколько дней к стенам Брестской крепости приехали Гитлер и Муссолини. Фюрер и Дучи осмотрели укрепление, разбитую технику, выслушали немецкую сагу о битве за крепость. Выцарапанные в казематах Брестской крепости надписи, сделанные ее незабываемыми защитниками, Гитлеру и Муссолини, конечно, не показали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова